Музыка Здравствуйте! Закончила свою работу вторая международная летняя театральная школа Театрон. Вот такие вот сертификаты получили и участники этой школы, и слушатели, и мастера. Я хочу у наших гостей спросить, сколько в этот раз вы выдали сертификатов? Давайте начну я по праву модератора проекта. По этому году мы в общем количестве выдали около 110 сертификатов. Это практически в два раза больше, чем статистика прошлого года. Вот таким образом, да? Значит, больше начало приезжать людей, да? Безусловно, да. Формат был, изменен был немножко формат, и это дало возможность привлечь не только людей, которые хотят учиться, но и актеров, слушателей, которые непосредственно приняли активное участие в работе школы. То есть получилось, здесь были и любители съехались, и могли поучаствовать профессионалы? Да, и любители. Артисты русского театра, да? Все-таки мастеров у нас было около 50, а вся остальная масса – это 60 человек. Это как раз студенты, ученики, училищ, колледж, университета культуры. Люда Аспадова, давайте я вам представлю слово, чтобы вы и представили всех гостей, которые здесь находятся, раз так уж получилось, да? Хорошо. Ну и продолжали наш разговор. Виктор Мозговой уже представился, модератор проекта, человек, который львиную долю, так скажем, ответственности нес. Если говорить о львиной доле, так я должен сказать вам, что мужчина, конечно, крепкий, потому что выдержать все это дело, вот это так только кажется. Я вообще думаю, пришел бы он хотя бы сюда на прямой эфир, потому что уже столько, сколько ему досталось, я просто не видел. Да и вам всем тоже остальным. Но в принципе, конечно, сами организаторы вы многое придумывали, сами себе нашли работу, да? Безусловно. У нас было разделение труда, поэтому было все достаточно не так сложно, как могло бы быть. Вот Леночка Бондаренко у нас была пресс-секретарем, занималась всей печатной продукцией, которая касалась фестиваля, занималась, опять же, дипломами, дидасклами, сертификатами, списками участников. Это достаточно сложное, как бы очень много времени занимающее дело. Коммуникации между нами, потому что мы в разных точках одновременно находимся, и там, и там работа. Это действительно, как бы, координатор нас внутри нашего оргкомитета. Незаменимый человек, который знал, где мы в каждую минуту находимся, да. Николаева, Чаков, там зоны непосредственно, какие-то площадки сценические. Это все было у нее в руках, на телефоне. На телефоне, и Леночка еще, во-первых, очень красиво представляла всех людей, которые там должны были принимать участие. Это было классно, Лена. Во-вторых, кто хочет смотреть про этот фестиваль, про эту школу? Лена снимала прямые эфиры, они сейчас все в Фейсбуке, их можно порыться, найти и смотреть. Но я хочу здесь один небольшой сюрприз сделать. Вот там сидит одна девочка, с которой я познакомился на закрытие фестиваля. Давайте мы ей уступим, я ей место уступлю. Иди сюда, пустыненько. Почему? Потому что вот она оказывается... Садись, пожалуйста. Она оказывается, ну как, юная журналистка. Журналистка в школе решила, уже в своей 25-й школе, решила преподавать журналистику. Я не знаю, как она сможет это сделать, но я ей решил дать свое место уступить на некоторое время, чтобы она, чтобы вы услышали, что думает прямой зритель об этом фестивале. Давай, говори. Интересно. Мне очень понравилось, как проходил этот фестиваль, потому что там были профессионалы, и все это уместилось с обычными участниками. То есть были и мастер-классы, это было очень классно. Вот все, что значит классно? Ну ты же уже как начинающая журналистка. А что именно по слову классно и подразумеваешь? Ты чему-то научилась там или нет? Я больше была там как зритель. Как зритель, я спрашиваю. А как журналист ты что сейчас напишешь в эфире? О чем ты напишешь? Наверное, каком-то отдельном кусочке. Мне бы хотелось о закрытии и выделить именно перформанс, который проходил в самом начале. То есть, боже, Антона Романова. От Антона Романова, то есть, вот. Выделил бы этот кусочек, я узнаю побольше об этом перформансе и напишу именно о нем. Вот, пожалуйста, смотри, я даю тебе возможность смотреть эту передачу, прямой эфир. Пожалуйста, иди смотри и пиши об этом, а мы будем ждать твоего материала. Спасибо, что провела такую небольшую беседу. Ну вот, а мы о чем будем говорить. Мы еще представим Евгения Блеменфельда. Это вообще колоссальный Женя Блеменфельд. Я его видел там бездет на фестивале. Ну, потому что без его детей, ну, в смысле детей, в смысле его коллектива, да, молодежного народного театра стука, матерского, наверное, все было бы не так ярко, не так интересно, потому что, в принципе, они были вот той глиной, из которой профессионалы месили, так скажем, будущее аматорского театра Украины. А я еще со своей стороны добавлю, что без Евгения и без его коллектива было бы сложно очень формировать заявки наших мастеров, которые видели себя то в зеленом лесу, то на открытой площадке, то в небольшом, как бы, кинотеатре нашим импровизированном, то театр в улице, мастера заказывали, а вот эту всю техническую работу, расставление стульев, расстановка, как бы, зрительного зала, техническое обеспечение, это все помогали нам стуковцы. И оргкомитет, безусловно, очень благодарен за то, что дети, ну, поддержали этот проект. Они участники, безусловно, они были и на мастер-классах, но это еще та техническая сторона поддержки, которая обеспечила нам все-таки успешное проведение каждого дня. Это немаловажно. Это та закулисная часть работы, которая всегда оставалась незамеченной для участников, для актеров непосредственно. Но вот все выходили и говорили, что, господи, как все хорошо, как все слажено. Да, вот это как раз работа команды, работа команды. Женя, ты неутомим. Я должен сказать, что ты заменил, стал руководителем театра столько. Давай об этом немножко расскажи. Ну, и о своих впечатлениях. Что там осталось у тебя от этой театральной школы? Давай, пожалуйста. Ну, начнем с того, что когда мне сказали о том, что вот надо быть, надо как-то привыкать уже к тому, что надо уметь руководить там и все тому подобное, я сказал, о боже, что серьезно? Нет, не надо. Извини, перебью на минутку. Евгений просто много лет был актером театра с рук, да, и переквалификация в режиссера достаточно серьезный шаг. Да. Как у тебя это, вот сейчас уже, как у тебя нормальное действие? Ну, вы знаете, сейчас уже появилась уверенность такая легкая, хоть в том, что действительно я сумел расположить себя к коллективу. И вот это очень хорошо, это очень здорово. Потому что, как бы там ни складывалось, как бы там артисты, актеры ко мне не привыкли, да, как к своему товарищу, там вот, с которым мы стоим там всегда на одной ступени, сейчас они действительно понимают, что ни одно там указание какое-либо или какая-нибудь просьба, она не вылетает откуда-то, потому что вот так вот мне захотелось. Потому что есть какая-то аргументация, да, на это. И они всегда понимают, что если вот было сказано, нужно сделать то-то, 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 то есть действительно есть к тому какая-то весомая причина. Вот. А по поводу театрона, ну, я как участник обеих театральных школ, прошлогодней и нынешней, да, ну, я могу сказать, что нельзя вот как-то сделать вывод, лучше она была или хуже. Она была действительно другой. Не такая. Да, она была другой, она была качественно другой. И за это, конечно, огромное спасибо и организаторам, и тем людям, которые проявили себя как мастера, те люди, которые посещали те мастер-классы, да. В общем, все было создано большим, огромным коллективом, который в конечном итоге, ну, стал действительно чем-то напоминающим себе. К большому сожалению, сегодня нет на передаче автора проекта Артема Александровича Свистуна, у него производственные вопросы. Но вы даже понимаете, что мы зашли сюда в студию и сразу сказали, посередине будет сидеть сестра. Он здесь находится, да. Мы не разделяем команду, не разделяем. И хорошо, его заслуга в том, что он собрал в этот проект людей, которые вот работают в разных местах, людей, которые абсолютно как бы связаны друг с другом только одним, любовью к театру, любовью к искусству, к искусству. И непосредственно как бы вот интересом во время проведения такого действительно интересного формата. Потому что вот мы собирались в оргкомитет, работали приблизительно где-то, ну, месяц. Месяц подготовки усиленной. То есть это контакты, это назад, создание локации, распределение каких-то обязательств. Уже какая-то фондовая поддержка Людмила занималась этими вопросами. И мы уже понимали, что этой школе быть. Ну вот в субботу официально мы ее закрыли. В воскресенье некоторые участники разъехались. И сегодня, Виктор Данилович, только благодаря вам мы собрались вместе, потому что каждый уже занимается своей работой. Уже жизнь пошла своим чередом. Постучим. От слова стук постучать, да? Постучим, да. Ну что, а ребята, я видел, с каким удовольствием они занимались. Не было байдужей. Да, было и море, и купание, все это было. Но я видел, как они поглощали, ваши ребята поглощали. Ну, это все, наверное, благодаря тем мастерам, которые у нас участвовали. Вот, как получилось, что, как вы собрали такую скайп, скайп с французами был. Сколько народу разумнейшего приехало с разных уголков. Тот же самый литовец Йонас. Вот, как вы это все собираете в одну кучу? И как, вам не отказывают? Ну, давайте я начну, Людмила продолжит. Вся проблема в том, что по прошлому году мы уже сделали некоторые выводы. Эти выводы были, безусловно, в позитивную сторону практической подготовки. И, учитывая большой опыт представительской деятельности Артема Александровича, он в некоторых театральных кругах действительно повстречал очень много талантливых людей, они не отказали, и мы вот, как бы, использовали эту заявку, использовали эту возможность как раз в формате привлечения их к работе второй летней международной театральной школе. Что же касается международного формата, то им непосредственно занималась Людмила. Людочка, краткая. Ну, в принципе, те или иные люди, которых мы приглашали, мы с ними где-то уже пересекались, да. То есть, это литовский замечательный режиссер Йонас Бузеляускас, он уже второй раз на театральной школе с удовольствием приехал, сказал, что будет гражданство менять. Ему у нас очень сильно понравилось. Мы рады, что создали достаточно, ну, хорошие условия для того, чтобы ему было здесь интересно. Вот. Он привёз свой спектакль на литовском языке, очень интересный, красочный, ну, красочный в плане эмоциональном, потому что человек, которого мы не понимаем, смог сделать так, чтобы мы просто сидели, вкопанные, да, в место, в котором мы находимся, и получали удовольствие от его эмоционального процесса. То есть, всё было понятно без слов. Ну, хорошо. Теперь я должен вас поблагодарить за то, что вы меня пригласили на этот фестиваль. И я уже шучу по этому поводу, что я сделал головокружительную карьеру. Я в прошлом году был учеником, а сейчас я уже преподавал. Вот такой у нас, оказывается, театрон, и от этого ничего, только в хорошую сторону. В этом году мы изменили формат, и поэтому появилась такая вот мысль о том, что нам не обязательно нужно общаться и с критиками, и с людьми, которые разбираются в театральном искусстве, для того, чтобы можно было проанализировать ту работу, которую проводят наши театралы, наши руководители в своих театрах. Я наполню с дипломированными критиками, а это не очень немаловажно для нас, потому что людей, которые хотят писать о театре, может быть и много, но людей, которые имеют профессиональное право писать о театре, к большому сожалению, очень мало. Вы же познакомились с Людмилой Яковлевной Томинчук. Как она отреагировала на то, что в рамках второй летней международной театральной школы нашлось место и критикам, и нашлось не только место, а формат вечерней праймы, когда был показан фильм, когда его посмотрели, фильм ваш, Виктор Данилович, в котором вы как бы выступили режиссером, и потом на основе этого фильма были уже определенные беседы. Вот по этому поводу я маленький минутный отрывочек хочу показать вам из этого фильма, чтобы просто напомнить, как это было. Пожалуйста. Убираю, чтобы поесть, чтобы погреться, а наркоманы идут, обшарят всю, деньги и отымут. Меня так за день три раза обыскивали. Ну, с едой-то, с едой-то еще ничего уж, в контейнерах мусорных всегда есть, что поесть. А вот, вот с выпивкой плохо, без выпивки никак нельзя, зимой особенно. У меня ноги гноятся, ботинок нет, раны не заживающие. Я целлофаном закручу, тряпками завяжу и хожу. А боль такая, что на стену бы полезла. Гной течет, раны открытые. Я однажды пачку аналина на собранный купила-то, выпила, а боли не проходит. Вдруг лежу возле контейнера мусорного, канистра маленькая, литровая стоит. Я ее открываю, а там спирт. Я как голотнула, потом еще раза два присасывалась. Боли отступила, остатки на ноги вылила. И ничего, поджили мои ноги. А Галька бедная, я-то что, мне-то уж шестьдесят стукнуло. А ей-то жить и жить-то. Ой, слушай, милая моя, может ты еще чего не будешь, а? Это что у тебя там? Хлеб остался. Да, конечно. Забирайте. И у нас осталось. Пока тебя больше не будет, так что забирай свои, Гальки. Гальки будет. Здесь мы должны упомянуть еще одного человека. Спектакль этот поставил Смирнов Виктор, да? Да. А я сделал телевизионную версию. Так получилось, что это одна из последних его работ. Этот спектакль уже идет шестой или седьмой раз, они его ставят. И что удивительно, там уже и главную героиню даже заменили, и меняют другой состав, а он все идет и идет. Я присутствовал, когда они впервые сыграли на театральной сцене, большой театральной сцене. Я их пришел, поздравил и увидел, какое волнение у них было от этого. И это вы сделали. Вы сделали так, что многие спектакли могли играть или на открытой прощадке нашего академического театра, или даже на самой большой сцене. Так что у вас такое новшество, это, по-моему, очень здорово. А что же еще, на ваш взгляд, вам удалось больше всего? Ну, я думаю, все-таки самое главное, то, что мы отошли от формата работы в сцене коробки. По прошлому году мы все-таки все свои театральные показы и мастер-классы привязывали к театральной сцене или хотя бы к каким-то помостам театральным. Это вносило некоторые сложности, потому что на территории пансионата Надежда, к большому сожалению, не было таких вот помещений. И нам приходилось использовать концертный зал санатория очаков и там клубы санатория очаков, переходы, естественно. Естественно, как бы техническое обеспечение и материально-техническая база самого санатория, к большому сожалению, уже не дает такой фурор, как было раньше. Ну, то есть, оно устарело и где-то уже не соответствует тем уровням. И мы абсолютно отказались от этого формата и перешли на новый, на европейский формат, театр улицы. Это здорово было. Когда мы строим театральную сцену в том месте, где нам она нужна. То есть, не там, где мы ее должны были видеть, а где она нам нужна. И вот, как бы, эта форма достаточно серьезно внесла много новшеств и дала возможность нам реализовать практически все задумки, которые были, ну, и заявлены авторами и мастерами, ну, и нами как организаторами. Эй, все-таки я побаивался, не знаю, как вы. Я же вижу аппаратуру все-таки на улице, под открытым небом. Думаю, вдруг дочь, куда? А ну, все там, не знаю, как. Но бог смело селся. Дождя не было. Договаривались. Договори ты что-нибудь. Я знаю тебя как выступающую, как начинающую прозаика или поэтессу. Говори. Писатель. Писатель. Да, не настолько это... Ну, хотя, да, творчество, наверное, оно соединяется в любых проявлениях в театре. Ну, вот здесь мое писательское начало вышло как рекламная сторона. Я занималась всей подготовкой, вот как вы уже отметили. Потому что, в первую очередь, нужно участников привлечь, нужно рассказать им, как это будет интересно. Потому что, когда они приедут, они уже увидят. Но сначала они должны услышать, и вот нужно сказать им те слова, которые заставят их все-таки написать заявку, отправить ее туда, отправить ее к нам на почту и сделать этот шаг. Много тоже для себя услышала, увидела нового. Возможно, что-то откликнется дальше. Хочется вот иногда возвращаться в театр. И радует, что молодежь, которые вот участники коллективов, у них у каждого есть свои тренинги, свои занятия на протяжении всей театральной их жизни. В каждом коллективе своя система. А здесь они получили то, что соединило в себе вот несколько стран. И ни в одной театральной студии не будет собрано столько направлений, сколько было собрано именно здесь. Потому что каждый учитель привез именно свое видение. Хоть они занимаются одним и тем же, но каждый это видит немножко иначе. И никто, хоть и было много похожих направлений, но никто из них ни разу, ни на секунду не повторился. И об этом можно было говорить бесконечно. И этот азарт, этот восторг, который в глазах молодых актеров, он вдохновляет. И хочется для них делать что-то еще больше и больше. И это уверенно заражает и мастеров. И в следующем году наверняка их будет больше и будет что-то еще новее. В этом году мы расширили рамки. В следующем году нам явно будет тесно. Расширим горизонты. Расширим географию. То есть это уже будет что-то... Ты ничего не приготовила? Что-то почитать? Почитаешь? Коротенько. Есть у тебя что-то? Коротенько? Нет. Вот, кстати, Виктор Смирнов обещал со мной поработать. Планичтение. Да, мы с ним в этот раз очень хорошо пообщались. Он даже пригласил меня к себе в театр играть. Поэтому оставим небольшую интригу в телеверсии. Раньше тебе придется быть и со мной связанным тогда. Да, с удовольствием. Ты это знаешь, да? Конечно. Будем счастливы. Но давайте тогда раскроем все-таки немножко тайну. Он нашел какую-то пьесу про Медею. Только не Еврипида, а где-то другой какой-то вариант. Он говорит, давайте это поставим в Ольве. Вот там, на раскопках, на всем на этом деле. Понимаете? И сделаем опять два варианта. Один театральный вариант, который тоже он покажет. А другой телевизионный. Ну так, как-то вместе. Вы поддерживаете эту идею? Безусловно, интересный формат проведения. И развитие самого видения театрального искусства. Аматорского. Опять же, скажем, что аматорское. Потому что Виктор, он же работает с аматорами. Но я вам, знаете, хочу сказать, что если это будет происходить вот в период с 24 по 29 июня 2018 года, то безусловно, мы с удовольствием вывезем театрон на такой прелестный формат. Да, у нас была идея и в этом году. А что? А что? То есть у Виктора и у вас есть ровно год, дабы довести это до логического завершения. А мы уже подгадаем, чтобы действительно вывести. Потому что наше Ольве место уникальное. А как бы в театрализованном формате оно будет еще лучше представлено. Шикарно. Конечно. Озвучка будет, да? Да. А теперь скажите, ну вот потратим еще одну минуту, знаете, на что? Уже заканчивается наше время. Вот как сделать, чтобы еще больше было участников в следующем году? Мне очень понравилось, что вы первый раз после первого сказали дату 24-го. И она вот железно случилась 24-го. Сейчас тоже будет 24-го. Сейчас тоже, да, тоже будет 24-го. В этом году все повально стали проводить фестиваль. Все, да. Но большую, по сожалению, да. Мы были поставлены в некоторые рамки. И финансовые рамки, и проектные рамки. Эти рамки мы выдержали. Об этом скажет Людмила. Но я хочу сказать, что вот сам контекст Дня Конституции и вот последующих государственных праздников дает нам возможность все-таки рассчитывать на то, что и участники, и мастера найдут возможность и приедут в летний период все-таки на Черное море, на побережье, в город Очаков курортный и к нам в Николаев. Не знаю, как будет на следующий год. Будем ли мы разделять театрон на две части. Возможно, мы проведем какой-то кочующий этап. Но это все равно невозможно будет без не только заявок, но и без поддержки, которую организовали нам органы местной власти. Вы спрашивали, что у нас... Люда, я бы хотел бы знать, какие условия, как сюда приехать, какие деньги нужно заплатить, кому, сколько и чего. Деньги, это зависит все от того, где мы будем проводить и какие цены будут там, где мы будем находиться. Да, да, да. Мы конъюнктуру рынка туристического должны учитывать. Поэтому здесь сказать точно я не могу. Но в плане того, что изменилось в этом театроне, то большой плюс был то, что нас поддержали. В прошлом году нас поддерживало только управление молодежной политики, городское. А в этом году нас поддержало и областное управление культуры, и поддержало областное управление по делам семьи, извините, молодежи и спорта. За что им огромная благодарность, потому что финансовая такая поддержка, она помогает нам приглашать хороших, интересных людей. И городской совет, то есть это огромная благодарность. Спасибо. С надеждой на следующий год, на третий театрон, да, встретимся уже там. А пока будем работать, потому что толчок все-таки был для каждого. Будем работать и готовиться к этому театрону, который состоится 24 июня следующего года. Спасибо, что пришли. До свидания. Успехов вам. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok